Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ «Неформат». Частой темой разговоров в этой студии с художниками, композиторами, режиссерами, сценаристами становится тема свободы и несвободы творчества. То есть раньше была цензура, которая буквально зажимала в тесные рамки это самое творчество. Но а сегодня стал ли творец по-настоящему свободным? Тоже ведь большой вопрос. Ведь не зря наша программа называется «Неформат». Ведь именно с такой оценкой отказывают многим режиссерам и сценаристам в показе, постановке того или иного фильма. И вот что интересно, все мы уже более 20 лет пожинаем плоды вот этого постцензурного творчества, так называемого свободного творчества. И кто выиграл? Зритель или режиссер? Ведь большой вопрос. Попробуйте провести некий опрос, ну, например, в интернете. Вернули бы вы цензуру в кино? Я вам даю практически стопроцентную гарантию, что многие ответят, что вернули бы цензуру. Что за парадокс? У нас в студии сегодня человек, который всю свою жизнь связал с кино. Знакомьтесь, Даль Константинович Орлов. Киновед, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Несколько лет он был главным редактором Госкино СССР, главным редактором журнала «Советский экран». Вел телепрограмму «Кинопанорама». Здравствуйте, Даль Константинович. Здравствуйте, Наташа. Вся ваша жизнь связана с кино. И я знаю, что до сих пор вы неравнодушны к этому виду искусства. И я хочу спросить у вас. Вы слышали, что многим режиссерам сегодня прикрывают путь к широкому зрителю оценкой «не формат». Все «не формат» не берут на центральные каналы, к показу в кинотеатрах. Слышали вы такую оценку? По отношению к кино не очень слышал. Я слышал много по линии, по отношению к эстраде, к песням, к этим вот вещам. А к кинематографу как-то не очень это приложимо, формат или не формат. Многие современные режиссеры, приходя в эту студию, действительно подтверждают, что им отказывают в показе, например, фильма, объясняя «не формат». На телевидении? А, ну на телевидении может быть, да. Да. Ну так вот, не кажется ли вам, что цензура и не формат, ну как бы отказали. Там цензура, не прошел цензуру, здесь не попал под формат так называемый. Что это практически одно и то же? Или все? Конечно, одно и то же. Потому что и в том, и в другом случае можно применить одно простое русское слово. Запрет. Запрет. Не пущать. Не пущать. Поэтому, если решить, что формат, то есть то, что разрешается, это вот те жуткие сериалы на так называемую современную тему, которые телевидение по всем каналам гонят. Это формат. Да, это формат. Формат для вот этого, для серости, это, конечно, удручающая ситуация. Вы, как никто, знаете тяжесть цензуры, но также знаете и как тяжесть свободы, выбора. Вот как вы считаете, это действительно было зло? Было настоящее зло, которое зажимало творчество? Ну что вот, ну все, как нам сейчас говорят, да? Ну что это действительно для художника просто смерть. Там пройти цензуру было практически невозможно. Понятно, находили какие-то выходы. Ну вот, мне хочется узнать, с вашей точки зрения, вы тоже, ну и в Госкино были редактором главным, главным причем, это такая тяжкая ноша. Скажите, цензура это зло? И это радость, что ее отменили, да? Это, вообще-то говоря, не такой простой вопрос. И в связи с этим, вокруг него сейчас накручено очень много фантазий и легенд. Потому что, вот скажем, я был, ну это уже так давно было, что трудно вспомнить, в 70-е годы, в четыре с лишним года главным редактором Госкино СССР, СССР, то есть, через меня проходили все сценарии и все фильмы, какие только изготовлялись в советской стране. Это игровых картин порядка 150. Вот я все читал, все держал в голове, все фильмы принимал, выпускал и так далее. Значит, я вам должен сказать, цензуры как таковой, вот уж и называется цензура в прямом смысле этого слова. Ее практически, вот для кинематографа не было. В каком смысле? То есть, если там какая-то военная тайна выдавалась, там, особенно если это и речь шла о документальном кино, то вот там была своя цензура, там, военная цензура, там, вот они этим занимались. То есть, скажем, в прессе цензура смотрела там каждый газетный номер, который вот выйдет, или журнал. В кино этого не было. И те, и другие функции, в общем-то, делала сама, сами студии, и то, что называлось главной сценарной редакционной коллеги, в Госкино СССР. Была система такого целеустремленного, что ли, характера. Значит, студии принимали сценарии, оплачивали их. В Госкино, Госкино само не оплачивало, студии оплачивали. И там они возились своими картинами. Но, когда сценарий они одобряли, он приходил на утверждение в Госкино. Так же, как и фильм. Сняли, приходил на утверждение в Госкино. А если учесть, что было не одна кинематография, а было 15 кинематографий, полколичества республик, то, что сейчас там где-нибудь, предположим, в Киргизии, уже замордовали там, то, что им в свое время русские создали свою киностудию, и там были замечательные режиссеры международным звучанием. Там ничего сейчас этого нет. Вот это все было. То есть, все 15 студий, все в центр сюда присылалось, и здесь смотрелось, и одобрялось. Почему я это все длинно так говорю? Значит, вот я вам скажу честно. Основная, головная боль была о качестве этой продукции. Насколько был профессионален сценарий, насколько был профессионально снят тот или другой фильм, хорошо ли он смонтирован, достаточно ли выразительные персонажи. Вот по этому поводу, потому что талантливых людей мало, как всегда. Я думаю, сейчас точно так же примерно, пропорции между талантливыми и бездарными. Вот создали картину, и примерно 10-15 картин в год из этих 150, такие, которые не стыдно показывать, где хотите, во всем мире. Они до сих пор идут, их смотрят люди с удовольствием. Остальное это уже такой второй и третий сорт. Но, и вот главная борьба была за это. Я думаю, что вот по каким-то политическо-стилистическим соображениям, ну, были трагические истории. Ну, это там, слава богу, в основном до меня. Скажем, фильм Аскольдова, который положили на пол. Почему-то затормозили картину Андрея Рублева, Тарковского. Но эти, вот, в пропорциональном отношении, это, я не знаю, сколько процентов, ну, 5 процентов, от общей программы. Когда вот возникали такие проблемы? Из разных соображений, потому что сидели люди и в ЦК, и там, так сказать, над Госкино, это была не последняя инстанция. Последняя инстанция ЦК, отдел культуры, там все решалось еще, разрешить или вот вдруг поднять волну по поводу какой-либо картины. Основная же проблема была в том, чтобы поднять качество сценариев и фильмов. Это то, та задача, которая и сейчас стоит перед кинематографом, потому что порой просто диву даешься, насколько непрофессионально, кое-как, неумело сделаны сценарии, или там снята та или иная картина, или как, когда я не могу этого видеть, как играет актер в тех или иных, ну, выключаешь и все, я не могу смотреть. Далька Стантьевич, ну, вот это плоды свободы, так называемой свободы. После отмены цензуры мы ее до сих пор, вот 20 лет все никак не можем ее расхлебать, там, насмотреться на эту свободу уже невыносимо. И я знаю, что вы очень часто принимаете участие в фестивалях в составе жюри. Ну, вот мы с вами так познакомились, вот фестиваль был. Когда был главный редактор журнала «Советский экран», я несколько московских кинофестивалей был этим представителем отборочной комиссии. Это адская работа, это в течение там месяца-двух я ложился в просмотровом зале и по 4-5 фильмов в день смотрел. Все, что всего, со всего мира гнали, вот, я должен был все это пропускать сквозь себя. Вот тогда я был, так сказать, в потоке, а сейчас это только изредка. Изредка, да? Ну, хорошо, даже по тем редким фестивалям, вот, как вы оцениваете состояние отечественного кино сегодня? Ситуация очень трудная. Очень трудная. Ну, хотите, я вам еще одну вещь скажу, которая вас удивит. Вот, сравнивать ситуацию нынешнюю с той, которая была тогда, вот, при советской власти. Значит, сейчас, какая главная проблема? Вот, идут диспуты по поводу того, что делать с интернетом, который скачивает, который не платит. Одна сторона вопроса. Вторая, что делать с кинотеатрами, которые стали частными, что хотят, то показывают. У нас кинотеатр Баку, он ничего, вот, где я живу, я мимо хожу все время, ничего, кроме американских картин, просто не показывает. 7-8 названий, все американские. Причем, столько хороших картин не наберешь. Значит, они показывают ерунду. Но, но показывают только это. Значит, в результате у кинематографа нет денег для того, чтобы оборачиваться и снимать, и сняв одну картину, снимать следующую. Это вот сегодняшняя ситуация. Как было при советской власти организовано? Фильмы. Значит, во-первых, было Госкино. Что такое Госкино? Это министерство. Кинематограф имел свое министерство. Потому что студии это производство, кроме творчества. Значит, все приметы этого самого министерства производства здесь присутствуют. брали у государства, государство давало кинематографистам, вот этому министерству, кредит каждый год. 100 миллионов рублей. Ну, так я говорю. 100 миллионов рублей. Кредит. На этот кредит снимались 150 картин, вот о которых я говорю. Снималась огромная программа документальных мультипликационных и получали навар благодаря тому, что прокат принадлежал тоже Госкино. Один к десяти получали миллиард каждый год. на эти деньги снимали, могли снимать дальше, на эти деньги вся система получала зарплаты, и еще оставалась половина, которая шла учителям, врачам, вкассу ЦК, КПСС и союзы кинематографистам. Так все было налажено, все продумано. В одночасье все смахнули, не подумав и не просчитав два шага вперед. Интересно, на что рассчитывали? Вот дали свободу? Ничего не рассчитывали, да. Кто был ничем, тот стал неим. Все, кто, так сказать, истосковались на вторых, третьих, пятых, десятых ролях, захотели занять первое. Всех стариков, ну, стариков, условных стариков, какие они старики, там, по 50-60, ну, максимум, 70 лет у Герасимова было. Поскидывали с их, так сказать, должностей. Сами все заняли эти места. И вот мы имеем результат. Почти четверть века. А теперь вы меня спрашивали о положении современной кинематографии. То есть, есть талантливые люди, но, так уверенно сказать, что все поставлено на хорошие, так сказать, ноги, на хорошей скорости все это идет. Это, конечно, невозможно. Вот. Поэтому ситуация, с одной стороны, все живет, фестивали проходят, все друг другом довольны или недовольны, склочничают, но, а системы нет, проката нету. Разрушен прокат, возврата денег нет, и поэтому быть уверенным в том, что через год-два вдруг появится жуткое количество шедевров, не приходится. Вот мое отношение к этому делу. Да, и очень часто, еще, вот действительно, на фестивалях фильмы показывают, даже написано при поддержке Министерства культуры России, но даже эта поддержка не дает гарантии режиссера, что его фильм действительно увидят люди всей земли. Да, да, да. Почему-то закрыт путь режиссера, а закрывает его тот же формат, ну, как мы тут приходили к выводу, формат денег, то есть, в принципе, сегодня диктует. Сегодня, наверное, должен сам режиссер заплатить, чтобы его показали. Может быть, так. Нет, сейчас появилась новая профессия, которой раньше не было, продюсер. Ну, да. Который должен достать деньги, который должен одобрить, найти сначала, а потом одобрить сценарий, под этот сценарий подобрать режиссера. То есть, нынешний продюсер это делает то же самое, что раньше делала студия. Скажем, Мосфильм, студия Горького, там, студия Довженко, студия Грузия, фильм. Вот там все это делалось. Искались режиссеры, соединялись со сценариями, велась работа над сценариями. Сейчас все это должен делать продюсер. Но, это даже трудно себе представить, сколько надо иметь таланту в одном человеке, который бы назывался продюсер. При этом, мало того, что он должен быть человеком изумительного вкуса, каких-то больших творческих потенций, он еще должен уметь доставать деньги. Да. Это вообще такие трудно соединимые вещи. И поэтому сейчас уже все стало упираться по стоку студий, как таковых, вот в том смысле, о каком мы говорили. Нет, значит, вот появилась эта профессия, которая только становится на ноги. два-три имени на поверхности, которые делают интересные картины. Ну, так получается, желанной свободы не получил художник. Ну, вот сейчас все уже свелось к тому, что люди, которые много говорили по поводу того, как их душила цензура при советской власти, сейчас говорят, что при советской власти это было, вообще говоря, курорт по сравнению с тем, как сейчас душат деньги. Да. Как сейчас душат деньги, потому что сейчас, ну, я не знаю, совершенно ведь бывают дикие случаи, когда режиссер начинает снимать картину, его спокойно снимают с картины и отдают уже начатую им работу другому режиссеру, который продюсер считает, что он должен закончить. Такое было немыслимо в свое время. Так же, как и сценарий всегда такой плод не только индивидуального, но и коллективного труда. Но сейчас такая же история со сценариями. Поэтому, конечно, сейчас все переворотилось, как Толсой говорил, и пока, по-моему, не очень еще укладывается. Даль, Константинович, а вот сегодня, как вы считаете, есть у кино вообще какая-то задача? Вот что несет в себе кино? Ведь вот то, что раньше, да, не знаю, там, герой был, добрые вечные ценности выводились на экран. Сегодня даже не поймем, вот я не могу даже понять задачу сегодняшнего кинематографа, или как бог на душу положит, действительно, там, продюсеру, или режиссеру. Вот вы видите, она должна сформироваться, не знаю, герой должен сформироваться. Вообще, вот как вы видите будущее нашего кино? разводит руками и удивляется тому, что происходит. Понимаете, в чем дело? Так сказать, тот кинематограф существовал, пусть там, ну, я так, условно говорю, ложные идеи, там, сомнительного свойства, неперспективные и так далее, но все-таки идеи была, так называемая, идеология, партийная идеология, в которую, кстати говоря, с основной частью входили изначальные нравственные понятия совести, чести, дружбы, там, я не знаю, чистой любви. И появлялись картины, которые не впрямую, я не знаю, весь кинематограф Авербаха, я не знаю, там, скажем, чужие письма была у него картина, где Купченко великолепно играла, абсолютно нравственные идеи, не надо читать чужие письма, вот какие тонкости мы исследовали, так сказать, но это картина была, от которой не оторваться. Сейчас дело не в том, что у кинематографа в этом смысле проблема, вообще нет проблем у кинематографа, которые бы никак не были связаны с тем, что в обществе существует. Поэтому наша вот эта неустоявшаяся, не то, что неустоявшаяся, а разрушенная система нравственных, духовных, человеческих ценностей, она не дает возможности и искусству, в частности, кинематографу, тоже стоять на этом. Вот, скажем, вот Балабанов, который умер недавно, ну, я не знаю, кто как, но я его картины мне очень тяжело смотреть, понимаете, вот так полтора часа сидеть, чтобы потом увидеть, как труп в эту самую запихивают в топку, может быть, это кому-то интересно. И я понимаю, что это, с одной стороны, я это вызываю отторжение, а с другой стороны, я начинаю думать, но почему бы Балабанову это пришло в голову. Это как же должно быть травмировано его внутреннее состояние, если ему подобного рода сюжеты представляются интересными и достойными разработки. Кино отражение действительности. Да, как это вот не банально, а это так и есть. Вот, и поэтому все те зыбкости и неустойчивости, которыми охвачены в наши дни, они приходят и в кинемацию. Но многие режиссеры оправдывают себя, показывая такие сюжеты, о которых мы заговорили, их полно сейчас, на экранах, тем, что они идут в ногу со зрителем или как, ну, угождают зрителя, получается. То есть, не знаю, прогибаются, подстраиваются, но они повыше слова находятся, и покрасивее. И вот вечный вопрос встает. Все-таки искусству нужно прогибаться под зрителя, или его тянуть со собой. Вот сегодня мы, по-моему, как бы видим, что оно... Понимаете, вот то, что вы называете, как говорится, прогибаться под зрителем, это опять власть денег, потому что это желание получить быстрые деньги. и популярность. И популярность. Популярность это те же деньги. Она, популярность, так сказать, она всегда оборачивается потом, или доход, или не доход. То, что называется прогибаться под зрителями, это работа на короткие деньги. Если иметь в виду некую серьезную задачу в душе, чтобы зрителям давать нечто такое, что в конечном итоге его бы подняло, а это произойдет не сегодня и не сразу, то это те же, так сказать, доходы, но не в первую очередь денежные. Хотя они могут быть потом и тоже конвертируемы в эти самые, в сборы. вот, эта задача такая тоже очень непростая, но есть некая внутренняя духовная задача у художника, или уже ее тоже нет. Я думаю, что есть, потому что есть такие художники, есть режиссеры, которые понимают. К сожалению, формат нашей программы заставляет нас прервать этот интересный разговор. Но мы не прощаемся с Далем Константиновичем и продолжим беседу в следующей программе. До новых встреч!